В 11-й школе плохо кормят. Такое сообщение среди прочих жалоб от Балаковцев зачитал во время заседания актива губернатор Валерий Радаев. Но директор школы, а также заведующие производством не уверены, что это заявление поступило от реального родителя, потому что в книге жалоб в столовой нет ни одной отрицательной записи. Если, судя по тому, когда дети уходили на карантин и сказали, что они будут голодные, потому что не будут ходить в школу, я считаю, что необоснованно. Жалоб не было. Дети кушают хорошо, питаются хорошо. Десятидневное меню. Это разработано с Анпином, поэтому дети должны кушать все. Но есть такие случаи, когда, например, дети говорят, запеканку категорически врач запрещает. Мы эти блюда меняем. Я бы хотела, чтобы дети питались горячим питанием. Это, конечно, мне бы хотелось вместо шоколадки, чтобы он съел кашку нашу и бутербродик. Разве это не лучше? Я думала, лучше. Тем не менее, реакция со стороны руководства школы на гипотетическую жалобу губернатору не заставила себя ждать. Мы усилили контроль за организацией питания. Еще раз провели проверку на пищеблоки, провели проверку санитарно-гигиенического состояния столовой. Каждый день я лично контролировала на каждой перемене, как питаются дети. Брокиражная комиссия у нас очень хорошо работает. Брокиражная комиссия у нас ежедневно производит завешивание готовых блюд. Мы также приглашаем родителей, пожалуйста, приходите и вместе с нами осуществляйте общественный контроль за организацией питания, за качеством приготовляемой пищи. Пустые тарелки – это лучший показатель того, что блюда в школьной столовой достойны детских желудков. И во время нашего визита мы заметили, что девочки менее прибередливы. Они практически все возвращали пустые тарелки. А вот среди парней примерно каждый шестой не доедал. Хотя младшеклассники, которых мы застали в столовой, признались – пища вполне съедобная. И объяснили, почему некоторые не хотят есть в школе. Мне вкусно. Мне больше нравятся супы. Все вкусно готовят. И мне нравятся макароны с сосиской. Ты все вообще съедаешь, когда приносят тебе? И первое, и второе, например? Ну да. Мне всегда нравится, потому что я всегда все съедаю. У тебя есть какое-то самое любимое блюдо? Да. Ну вот сейчас макароны и котлеты. Сначала мы едим суп, а потом едим что-нибудь другое. Обычно нам еще подают кашу. Платникам подают каши с бутербродами, а нам подают обычную кашу и все. Некоторые дети ничего не съедают просто. Относят. Вот как ты думаешь, ты говоришь, что дети не съедают? Они не съедают потому, что не хотят или потому, что невкусно? Потому, что, наверное, не хотят. Некоторые из нас, наверное, дома же едят, прежде чем идти. Прежде чем идти в школу. Вот они наедаются, а в школе потом не едят. О том, что родители могут хоть каждый день приходить в школу и мониторить, чем питаются их дети, говорят уже давно. Правда, мама и папа активны не во всех учебных заведениях. Где-то есть родительский комитет, который регулярно проводит общественный контроль. А где-то и за месяц ни одна мамочка не заглянет в столовую. Поэтому, если вы хотите знать, что едят ваши дети в школе, просто идите и пробуйте.